Доброго трёмса, друзья, и добро пожаловать на канал Андрея Грини. Прежде чем мы начнём, традиционно попрошу вас поставить лайк сейчас или попозже, ну а также нажать на колокольчик, который там тоже где-то рядышком с лайком, чтобы видеть извещения о новых видео, которые выходят у меня на канале. Потому что иначе YouTube там что-то мозги компостирует и ни черта не показывает. Помните нашего чела, которого мы, союзника, захватили? Всё-таки он у нас выжил, и я его сейчас освобождаю. Так что я думаю, что какой-то плюс к нашим отношениям с бывшими союзниками, а теперь врагами, у нас с вами появится. Далее, что я сделал? Я разрешил вот здесь, вот на этом складе еды, но это склад, точнее, для трупов, я разрешил сюда частично трупы насекомых. Зачем я это сделал? Нам понадобится мясо насекомых для того, чтобы делать компост. Нам нужно мясо насекомых, нам нужно, значит, плоть гуманоидов, и нам нужно сено. Соответственно, вот эти вот две палеты у нас идут тоже под, значит, под сено и под мясо насекомых. Под плоть гуманоидов, если что, сделаем потом. Так, вот здесь вот что у нас? У нас проблема в том, что нам сено нужно и там, и здесь. Значит, давайте здесь тоже сделаем высокий и подрежем немножечко всю эту тему. Хотя даже нет, знаете, мы сделаем здесь максимальный, чтобы сюда всё-таки тащили сено в первую очередь, но убавим очень существенно размер склада. Вот так вот, чтобы буквально на одну клеточку нам тащили это сено. Да, как видите, я тут вообще устроил вакханалию. Я решил собрать абсолютно всю траву, которая здесь есть поблизости. Ну, правда, её как-то не сильно много, но я надеюсь, что нам что-нибудь достанется. Также что, мы начали производство пластика, как видите, и теперь мы можем добавить вот сюда интегралочки. Сейчас делают электронные компоненты, а после этого пускай сделают нам интегральные схемы. Так, повторять до. Здесь где-то 35, я думаю, что нам пока этого за глаза будет достаточно. Это вот даже, наверное, дофига, потому что, ну, много ресурсов они требуют. Пускай Чифчик этим всем делом занимается. Ну и у нас почти откопано помещение под склад одежды. Склад, тут будет всё, тут будет склад всего, что только возможно. Сейчас нам нужна травушка-муравушка. Да, травушку-муравушку тащат. Сейчас забьют сначала один здесь склад, а потом забьют и остальные. И давайте мы здесь назначим производство. Так, где у нас? Вот разделочный стол. Сюда мы добавляем производство компоста. Сначала делаем компост, из него делаем удобрение. Бесконечно. Радиус так, чтобы у нас туда попало склад мяса, который нам необходим, и склад, на котором будет у нас сено. Значит, здесь вот в продуктах, в мясном нам надо выбрать мясо насекомых и плоть гуманоидов. Они делают из растительных и мясных ингредиентов, как я понимаю. То есть он будет использовать сено и будет использовать мясо насекомых. Кстати, а у нас что там с мясом насекомых-то? А, вот оно. Вот оно, мясо насекомых, да? Брана, ну-ка давай перенеси. Можешь ты перенести всё это безобразие? Да, можешь. Превосходно. Вот сейчас он начнёт делать, я думаю, что уже компост. Давайте пока компост мы сложим вот сюда. Высокое. И компост. Единственное, что я, честно говоря, не помню, надо ли ставить там свежее. Ну, давайте поставим на всякий случай, уж точно не обломаемся по этому поводу. Также нам надо бы поменять вот эти двери на автоматические, потому что, видите, мы очень здорово тормозим здесь. Поэтому давайте вот это дело мы сейчас разбираем. Нет, не закрыть, а разобрать. Разбираем. И сюда мы ставим сейчас автоматические двери из стального сплава. Они будут экономить массу времени. Превосходно. Эту дверь мы сделали. Теперь давайте вот эту дверь тоже сделаем. А потом, Гринни, ты даже сможешь немножко поесть. Я тебе это разрешу сделать. Давай, работай. Работай, родной. Так, так, так. Давайте посмотрим в смысле. Каких материалов нам не хватает, братюня? Ну, вроде. А, все, да, кончилось. Кончилось, но у нас где-то здесь валялись, по-моему, еще тушки. Хотя, может, уже не валяются. Вот, да, валяются. Давайте отправим сюда терминатор вот за этой тушкой. И где-то тут еще должны были быть тушки. Неужели их не принесли? Похоже, что не принесли. Ну, ладно. Если что, мы можем много кого на этот компост пустить. Не так уж это и важно. Значит, двадцаточка компоста у нас есть. Дальше я исследовал удобрения. Исследовал я удобрения. Где-то тут они у нас внизу, по-моему, находятся где-то. А, вот-вот. Удобрения первые, вторые я исследовал. Ну, и земледелие заодно. И теперь, что я хочу исследовать. Надо бы исследовать эргономику. Это позволит нам делать шкафы, которые ускоряют работу верстаков. Давайте мы ими и займемся. Сейчас у нас идет исследование производства третьего. Ну, там профессиональная кухонная плита и еще всякие мелочи. В принципе, в принципе, у нас сейчас основное, то, что я хотел показать, это по компосту. Ну, единственное, что надо вообще подумать, куда его ставить. Потому что у нас здесь вообще-то нет возможности нормально что-то растить. Не круглогодичный период роста. Поэтому здесь самое выгодное делать ту самую гидропонику. Возможно, мы ее с вами и будем делать. Только надо решить, где мы ее будем делать. Скорее всего, где-то вот в этой части. Но для начала надо в любом случае тут кучу всего выкопать. Сделать вот это вот помещение. Так что все это будет несколько позже. Сейчас давайте собирать вот здесь травушки, муравушки и все остальное. Так, так, так. Ну-ка, подожди, парень. Ты куда пошла? А, ты не парень. Поэтому и пошла. Давай, переноси все это безобразие на склад. Так, нефть. Нефть. Перетаскиваем. Здесь у нас уже есть много пластика. Плюс у нас уже 250 полимеров есть. Поэтому можно спокойно переключиться на производство сульфатов. Их нужно значительно меньше. Потому что на ту же резину там используется, если не изменяет память. Так, ну правильно, да. 30 полимеров и 3 сульфата. То есть, поэтому сульфатов надо значительно меньше. По поводу них можно даже не париться. И интегралочки. На интегралочки нам нужен будет кремний. Установку я уже построил. А на кремний нужен будет песок. Повторяю, до где-то 25... Ну, в районе 60 пускай будет. Лучше 50. Это у нас делается целиком и полностью из песка. Но причем как бы требуется довольно-таки много. Так, 25 минимум, по-моему. Давайте 30 на складе как минимум. Вот так. И отправляем Чивчика заняться этим кремнием. Без него не сделаешь интегралочки. Производство готово. Кстати, по поводу производства. Какие у нас тут плиты-то? У нас сейчас стоит здесь плита из, значит, из олова простая. Да, можем ли мы сделать электрическую? Давайте посмотрим. Приготовление пищи. Кухонную плиту шеф-повара я как бы стремаюсь делать. Потому что с ней там есть некоторые баги неприятные. Говорят, что вроде как нету. Но пока я еще не встречал версии, в которой их нету. Пока они всегда были. То, что уровень навыка падает быстрее, чем прокачивается, скажем так. Когда ее используешь. Она слишком быстро готовит. В общем. Из-за этого возникает проблема. Так, все. Давай, давай, давай. Арбайтон. Там работаем. А здесь мы сделаем пока электрическую плиту. Обычную плиту шеф-повара не буду я пока делать. Нафиг. Обойдемся как-нибудь без нее. Просто откажемся временно от дров. Ну, точнее, не временно. Уже совсем откажемся от дров. Электрическая кухонная плита из золовяшки. Так, гринька. Давай сделай, пожалуйста. Чтобы наш Брана мог нормально готовить. Эргономика первая готова. Позволяет поселенцам устанавливать маленький шкаф с инструментами и кухонную полку, призванную ускорить работу за прилегающими верстаками. Давайте посмотрим, что это такое. Ну, во-первых, да. Сначала мы давайте настроим все-таки здесь задание. Приготовить жареное мясо. Делаю обычно 110. Ну, давайте даже 135, наверное, сделаем. Так будет более правильно. Не то, что более правильно, просто меньше времени будет у повара занимать. Он один раз поготовит, а потом будет заниматься уже какими-то другими делами. И посмотрим, что у нас тут по кухонным полкам. Это все у нас, насколько я помню, в разном находится. Да, вот она кухонная полка. Требует она резины. А металлы пофигу. Зачастую можно использовать две полки. Мы сейчас, кстати, это дело и проверим, сколько полок можно использовать. Давайте сначала одну сделаем, чтобы точно видеть, что и как. Но нам нужна по-любому резина. Поэтому сначала нам надо... О, сульфартики готовы. Превосходно. Значит, чивчик, давай быстренько сделай нам резину. Вот все, двадцаточка есть. Значит, можно отправлять гринюку и сделать нам быстренько вот эту самую полочку. Просто некоторые стакаются. Вот две полки. Больше двух никак, ни в коем случае не получится. Но две в некоторых случаях можно. А в некоторых случаях не получается. Почему-то на некоторых верстаках не стакаются вот эти бонусы. Итак, значит, скорость работы за верстаком плюс 12%. Ну-ка, давайте посмотрим. Скорость работы за верстаком... Да, действительно, кухонная полка дает плюс 12%. Кстати, еще давайте проверим такую вещь. Давно я хотел это посмотреть. Если мы ее сделаем, допустим, из стали, что-нибудь изменится или не изменится. Гринем. Работать. Вторая полочка. Так. Да, 12%. Без разницы, из чего его делать. И давайте посмотрим, стакается или нет. Стакается. Как видите, две вот эти вот полки дают плюс 24% скорости работы за верстаком. Это очень много. Также можно их добавить, естественно, и вот сюда. Но только не кухонные полки, понятно. А маленькие шкафы с инструментами давайте. И столюги, наверное. Так. Вот на эту не подходит. Значит, подходит это у нас дело. Эх ты, ни то, ни сё, ни сбоку бантик. Ладно, чё, не надо жадничать, как мне кажется. Давайте поставим вот сюда вот одну. Вот так вот давайте поставим вместо булыжничка. Хотя, стоп. Ай-яй-яй-яй-яй. Так. Вот сюда вот. Да. Вот сюда поставим. Вот, по-моему, как раз вот эти шкафы не стакаются. Сейчас проверим. Сейчас мы сделаем. Так. Ну, во-первых, склад вернём. В ту форму, в которой он должен был быть. Так. Чивчик родной. А чё ты не делаешь нам интегралочки-то? Я хотел, чтобы ты интегралки сделал. Ну, ты, по крайней... Пока электронные-то компоненты не делаешь. Так. Значит, 10% этот стол нам даёт. Давайте посмотрим ещё, что нам... Что нам он ещё даст. Если мы вот сюда поставим... Так, подождите секундочку. Ну, вот, если мы сюда поставим, допустим. Будет стакаться, не будет? Так. Чё такое? Нужны материалы. Каких материалов не хватает? Резины. Резины не хватает. Нет, подожди. Резина есть. А, подождите. Чё-то я тут накосипорил, по ходу дела. Резины... Да. Давай, иди. Ничего я не накосипорил. Просто не туда посмотрел. Будет ли стакаться? Давайте посмотрим. Итак. Да. Как видите, здесь тоже всё у нас стакается прекрасно. Но эти шкафчики только вот на эти три распространяются. Кстати, здесь тоже 20 или как? Да, тоже 20. И на боеприпасы надо тоже обязательно это сделать. Потому что боеприпасы очень долго изготавливаются. А также вот на эту штуку. Единственное, что вот как раз с нефтянкой я не помню. У меня, смотрите, на нефтянку она тоже работает. Значит, давайте мы сейчас вот так и вот так вот поставим два шкафчика. Глядишь, тоже быстрее будет работать. Только вот, наверное, металлов нам не хватит. Эргономика вторая готова. Позволяет конструировать и строить шкафы с инструментами и картотеки для ускорения работы. Значит, здесь смотрите что. Вот как вы видели, да? Вот на этот станочек эта тема не действует. А вот органайзер... Да, и органайзер не действует. Там нужен большой, по-моему, большой такой вот столик. Его, по-моему, надо открывать будет чуть позже. А эта штука у нас... Кстати, органайзер, я вообще не помню, на что действует. Для хранения выкрытка. А, всё, 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 всё. Для партняшки он работает. Ну что, в принципе, тоже неплохо. Давайте мы его тоже здесь поставим. Тоже пускай столюги стоит. Поставим его вот здесь. А вот для этой нужен будет, видимо, третью эргономику. Надо будет открыть. Тогда будет всё нормально. Так, а здесь нам не хватает электронных компонентов. Чифчик. В общем, нам надо, конечно, много ещё всякой одежды. Всего так. Так, подождите. А что у нас? По всей видимости, стекло? Нет, стекло есть. Компонентов обычных не хватает. Ясно. И к нам атака. Вот только вас. Ёшкин ты матрёшкин, ребят. А вот это, вот это может быть проблемой. Потому что Азари, они бьют молнией. Сейчас посмотрим, чем дело закончится. Потому что эти опаснее терминаторов. Они могут складывать наших ребят только в путь. То есть, один лежачий Азари равняется одному лежачему нашему бойцу. Очень часто такое бывает. Вся надежда только на терминатора, на самом деле. Так, надежда на терминатора. И, конечно, подбешивает то, что эти кадры фигачат, собственно говоря, через стены. Через крыши, через потолки они бьют. Вот это, конечно, не очень приятно. Но термосу, в принципе, на них насрать. Поэтому давайте мы сейчас попробуем гранатами закидать немножко. Давайте, подходите, подтягивайтесь, ребят. Ага, то есть вы не хотите. Ну ладно, давайте тогда на семёрочку запомним вот это положение. И вас пока распустим. Как они подтянутся, так и мы пойдём в атаку. Так, ну Чиф, мне кажется, тут не успеет ни черта сделать. Давай, давай тогда иди просто поплавь вот здесь вот металла. Главное не пропустить атаку. Что такое? Звёздная вспышка. Ну здрасте. Превосходно. Просто отлично. Ну ладно, давайте компоненты хотя бы сделаем. Вот звёздная вспышка вещь неприятная. Особенно если у вас всё освещение электрическое, а к вам приходит тьма. Вот в этом случае вам может наступить полный звездец, потому что, ну тьма это такая штука. Так, пошли отбиваться. Тьма это такая штука, что все, кто находится в тёмном месте во время нападения тьмы, тёмных существ, они в принципе трупы. Даже терминатор. Там вообще фиолетово. Кто, что, там без разницы, в любом случае сдохнет. Так, что-то мне подсказывает, что эти козлы сейчас будут ломиться вот сюда, вот к моей нефтянке. Нет? Да ладно. Точнее это козы. Это козы, а заре они все козы. Поголовно. Но правда ведут себя как козлы. Лови-ка гранатку от советского солдата. Э, ты взрываться будешь? Ага. Будешь, будешь, как видите. Вот, кстати, мне не нравится вот в этих гранатах именно то, что у них очень длинная задержка. Просто очень длинная задержка. Отлично. Я еще и сломал. В общем, я сам себе все испоганил, судя по всему. Так, ну-ка. Давай, давай, давай. Не, не, не. Братюня, точнее девчуня. Девчуня не так не покатит. Отбросила копыта. Копытца отброшены. Предлагаю немножко отступить. Да, сейчас у нас начнутся лютые проблемы, судя по всему. Давайте всех к бою. Они сейчас начнут нас бить молниями. Причем так весьма конкретно. Если к терминатору, то все хорошо. А вот если кому-то другим, то там один выстрел и один лежачий, как правило. Будем надеяться, что все выстрелы будут, точнее все молнии будут доставаться терминаторам. Кстати, смотри. Да, вот, видите. Боумен прилег. Грусть, печаль, беда, разочарование. Если прилетает не по терминатору, то персонаж, как правило, ладуется. С этим ничего не поделаешь. Потому что можно шапочки как бы использовать специальные. Но в любом случае ничего такого серьезного, никаких последствий нет. Но если бойцы кончились, то вы понимаете, последствия будут только одни. Вы просто сольетесь. То есть, если у вас нет терминатора, то вам будет не очень приятно общаться с Азарем. В общем, так вот немножко неприятно, но совершенно не смертельно. И у нас как раз электричество дали. Замечательно. Замечательно, потрясающе. Так, нам бы еще сделать торговлю. И нам бы побольше медикаментов надыбать где-то. Но с этим сложнее. Пока у нас нет интегралок. Ну, точнее, сейчас они у нас скоро появятся. В принципе. Вот не вовремя немножко у нас чиф прилег. Ага. И у нас, к сожалению, ремесленников-то больше нет. Следующий ремесленник у нас шестого уровня. Он ни черта не умеет делать практически. Но можно его отправить разве что заниматься переплавкой. В принципе, еще оружие можно перерабатывать. И вот это правильная мысль будет. Давай-ка ты пойдешь лучше оружие переработаешь. Тут у нас куча всего скопилось. Надо это все переработать на комплектующие. Притащить тут сюда следующее оружие. Его тоже переработать. Чтобы потом, во-первых, было что продавать. А во-вторых, чтобы было из чего делать что-то другое. Так, здесь все, да? Что ты еще можешь? Ну, давай тогда иди хотя бы вот займись выплавкой металла. Чтобы потом чифа не отвлекать, когда он очнется. Тут нам, кстати, как раз не хватает. А, электронных компонентов. Ну, ладно, чиф сейчас очнется и нам все выплавит. Проблема в том, что если у вас ремесленник один, серьезный. То вот если с чифом что-то случилось, все. Мы, кроме как металлы плавить, больше ничего не можем. Металлы плавить, да камни там. Все. До свидос. Поэтому надо стараться как можно раньше получить второго нормального ремесленника. А лучше побольше. Не двух. Лучше значительно больше. Во. Первые у нас пошли. Да? Сейчас и второй доделаем. Так, что там у нас? О, отлично. И вот теперь у меня вопрос. Стакаются или не стакаются? Стакаются, ребята. Плюс 20%. А на эту штуку тоже распространяется все это безобразие? Да, плюс 20%. Но у нас проблемы, кстати, с электричеством. Такие довольно лютые проблемки, я бы сказал. Нам надо срочно вот здесь вот все выкопать. И делать топливные станции уже. Потому что топливные станции более выгодные, чем угольные. Плюс у нас откуда-то есть еще сотня топлива. Откуда, кстати, я так и не могу понять. Давайте переключимся здесь обратно на полимеры. Потому что сульфатов у нас много. А вот полимеров у нас практически нет. Так, и чиф тем временем у нас... Да, вот, даже интегралочки сделал. Молодец какой, красавчик просто. И здесь тоже, в принципе, красавчики. Сразу сейчас надо будет полы здесь постелить. Ну, немножко подождем, пока Грини докопает. Иначе, если мы сейчас назначим, то Грини сразу сбежит и перестанет копать. А он и так сбежал, кстати. Он, зараза, и так перестал копать. Ладно, тогда давайте полы настилать. Чтобы все было красиво. Давайте здесь вот гранитный. По центру у нас будет идти мраморный пол. И, так, лампочка. Подождите, здесь лампочка есть вроде, да? Вот ощущение, что лампочки нету. Чисто внешне. И вот это отсюда забираем. Кстати, у нас там булыжников выше крыши. Надо что-то с ними делать. Что-то надо по этому поводу придумать. Так, и вот сюда надо сделать еще, наверное, отдельный какой-то склад. Правда, я не знаю. Надо подумать, куда именно. Под боеприпасы, которые мы не используем регулярно. Так, давайте планирование. Вот это планирование мы сейчас уже уберем. Оно нам уже здесь не нужно. Здесь частично оставим, чтобы понимать, что там как должно лежать. И поставим сюда топливную электростанцию. Напоминаю, для нее нужен третий уровень конвекционной энергии. Третий уровень надо исследовать. Так, нужно 50 резины и 10 компонентов. Давайте вот ее сюда подальше поставим. Так, чивчик. Давай быстренько. Сделай нам, пожалуйста. А, мы не сделаем сейчас 50 резины, потому что у нас еще... Так, а что такое... А-а-а, ребята. Я забыл выставить неограниченно. У меня такое бывает, да. И давайте восстановим здесь нашу оборону. Мешки с песочком. Все это мы восстанавливаем, чтобы все было по красоте. И чтобы мы были готовы к бою всегда. Так, что у нас здесь? Винтовочный компонент, продвинутый винтовочный. Так, так, так. Ну вот продвинутые винтовочные нам, в принципе-то, нужны. Но нам надо сначала продвинуться еще вот здесь. Вот простой научный стол. Это пока слабенько. Так, что у нас есть? Нетенол сплав, штейн сплав мало. Но что-то, что-то где-то у нас есть. Значит, что нам надо? Нам нужны продвинутые механизмы. Давайте мы их поставим сейчас на первое место. Вопрос в том, смогу ли я их сделать сейчас? Я думаю, что нет. Не из чего нам их просто делать. А, нет, подождите. Есть из чего? Это мы сейчас что делаем? Продвинутый механизм. Все верно. Нетенол сплав. Превосходно. Значит, продвинутые механизмы у нас готовы. А это значит, что мы сможем с вами сделать продвинутый научный стол. Так, ну, давайте из-за ловяшки. Нет, не из-за ловяшки. А ловяшки у нас, кстати... А ловяшки, кстати, у нас нифига нету. Нифига себе поворот. Давайте, значит, вот эту штуку. Тут у нас булыжников. Блин, а нафига мне столько булыжников? Капец. Давайте на олово переходить. Ладно, камней у нас более чем достаточно. Даже слишком более, я бы сказал. Ну, в общем-то, у нас есть продвинутые механизмы, значит. Значит, мы можем сделать этот продвинутый научный столик. Давайте мы тогда... Ну, давайте мы из стали его, что ли, сделаем. Стали у нас много. Поставим где-нибудь вот здесь вот в уголочке. Отправим туда гринни. Так, ну, здрасте. У нагл. Самый неприятный срыв, это когда она уходит на другую часть карты. Неприятно. Так, подождите. А мы из чего вообще вот эту штуку начали делать? Я просто даже не помню. Из стали, надеюсь. Не из олова. 50 резины. Так, чиф. Чиф. Ладно, сейчас сделают. Так, простой механизм. Отлично. Да, давай, сделай нам резину еще. А, нам и пластик надо, и резину надо. Нам все надо. Грусть, печаль. Ага, отлично. И чиф у нас тоже сошел с ума. Ну, значит, мы доделаем уже все это безобразие в будущем. Скорее всего, я просто соберу вот эту топливную электростанцию и вот этот вот уже продвинутый научный стол между сериями, скорее всего. А в следующей серии мы с вами будем заниматься уже настройками одежды, потому что, как видите, здесь у нас электрический партняжный стол готов. Это значит, что мы можем уже новую одежду различную создавать. И этим мы будем с вами заниматься, наверное, в следующей серии. Вот это помещение у нас с вами готово. То есть уже есть куда создавать. И, в принципе, надо этим заниматься. Если вам понравилась эта серия, то обязательно ставьте лайки. Тем более, что в ней мы действительно много всего сделали. Мы с вами начали делать компост. То есть мы можем сейчас делать уже удобрение. Удобрение, как его делать, я покажу немножко позже, когда начну делать гидропонику. А ее я тоже собираюсь делать. Дальше мы с вами сделали кухонные полки, которые ускоряют производство на кухне. Сделали с вами вот здесь вот шкафы, которые ускоряют производство в различных мастерских. Сделали с вами органайзер, который дает плюс 20% к скорости работы за верстаком партняжным. Что тоже немаловажно, да? Отбились от атаки Азари. В общем, много всего сделали. Я думаю, что такая серия получилась довольно-таки успешная. И довольно мало монтированная. Не знаю, понравится вам такое стандартно, не понравится, когда очень много болтологии и очень мало чего вырезано. Кстати, тут еще сраные, блин, жуки приперлись. Вот только вас нам и не хватало для полного счастья. В общем, жду ваших лайков, комментариев. Заходите ко мне на стримы, заходите в группу ВКонтакте обязательно. Ну, а с вами был Грини. Всего доброго, всем пока и отличного настроения.